всем привет ребята с вами снова я хик и найден новый способ пройти gt с андрес менее чем за полчаса скажу вам что в gt комьюнити есть такой парень под ником повди нет этот блин португали четыре года искал рылся в коде и нашел способ пройти gt white city менее чем за 50 с лишним минут и даже за 20 а то и вообще меньше десяти минут все вы знаете это прохождение называется any ss you scripting stack under fall но мы все прекрасно знаем чем это все закончилось сейчас мировой рекорд по готовой сети по ss you составляет 8 минут 38 секунд и повди нет этот паренек три года искал похожий гличи в gt с андрес и наконец 5 октября 2019 года он его нашел и протестировал известный спидранер джордж муз уже практикует этот трюк и даже пытается выполнить его в качестве отдельного забега как пример его ран сегодня мы будем сами рассматривать но прежде чем как начать ребята все кто играет гтс андрес мультиплеер заходите ко мне на резону red rock ссылочки и адрес есть в описании вводите мой ник при регистрации дэнни хикс а также на шестом левле вводите мой промо-код хик фэм и получайте крутые денежные бонусы все очень просто ссылочки в описании первым что нужно сделать это разумеется начать игру и как только вы ее начали вам нужно достать полицейский мотоцикл чем раньше и быстрее вы его найдете тем лучше для вас дело в том что вы должны найти мотоцикл до 7 часов 46 минут по внутри игровым часам с учетом того что сама игра начинается в 630 у вас примерно на это есть целая минута и 15 секунд если все хорошо и вы нашли этот полицейский мотоцикл пока ожидаете 7 46 во первых вы можете убить наркодилера получив при этом 2000 баксов и второе взять гранаты в айдл вуди делается это вот здесь вот на парковочке разумеется град вы можете взять и после 7 46 секунд очень важно понимать что именно всем 46 нам нужно активировать миссию vigilante и желательно сделать в очень узкие тайминги а если быть точным 82 тысячи 070 до 82 94 миллисекунд этот промежуток раз таки и происходит около 7 46 но внутренне игровых часах чтобы вы понимали после того как все действия наши предыдущие были выполнены припаркуете мотоцикл пимпендикулярно стене гаража чтобы когда вы ускорялись мотоцикл разворачивался в обратную сторону и cj смог бы упасть далее нужно пройти миссию big smoke избегая при этом автоматы с газировкой и чипсами стандартный путь обозначен на картинке красным а нужный нам путь синим красными точками обозначены автоматы с газировкой и чипсами которые нужно избегать ибо они сбрасывают таймер заданной отмененной миссии vigilante иными словами просто следуйте синему пути дабы избежать незапланированных казусов время самой миссии нам нужно достать фургончик вора он также на этой карте отмечен синим квадратиком едем на нем же на район гроув стрит и завершаем миссию big smoke по завершению войдите заново в этот грузовик вора для того чтобы он не исчез на крайняк его можно спрятать в гараж и тогда он точно не исчезнет далее нужно зайти в дом и сохраниться один раз далее нам нужно пройти миссии завора из автоматов с газировкой и чипсами нужно ехать по одному длинном пути обозначенном на картинке здесь внимание если вы в начале игры убили драг дилера выносите из дома 20 предметов если не убили 22 вообще рекомендуется украсть 23 предмета чтобы игра наградила вас бесконечным бегом и здесь у джорс муза возникли неприятности дело в том что игра просто не хочет читать область ограбления и те дома которые нужно грабить они просто не появляются поэтому джордж муж каждый раз рестарта игру до того момента пока эти дома собственно говоря не появится и только после этого начинает фарм предмет вспоминаю что их нужно награбить 23 единиц после того как мы это сделали добираемся до дома джефферсона по следующему пути как только будете подъезжать к дому на джефферсоне начните миссию вора и сразу же отмените ее до появится надпись о завершении миссии быстро посмотрите на внутренне игровое время и прибавьте к нему 20 секунд в нашем случае это 23 42 непосредственно к этому часу мы добавляем 20 далее нам нужно выйти из машины и встать на иконку дома в полученное время а это у нас 0002 зажмите кнопку принятия звонка и покупки дома по стандарту это клавиша tab если катсцены покупки дома нет а иконка покупки пропала то поздравляю у вас все получилось далее нам нужно сесть в машину вора и спамить клавишу начала миссии когда услышите определенный звук вы уж точно поймете что это он загружайте авто сейф и если вы заспамитесь на грув стрит вам не повезло и нужно проделать этот шаг еще раз если вы же появитесь на том же месте где загрузили авто сейф все получилось езжаем к дому сиджая тем же путем которым вы приехали возвращаемся на грув сохраняемся в доме сиджея выходим из дома и зажимаем звонок миссия вора провалится начинаем миссия райдера во время затемнения отпускаете телефонный звонок далее езжайте к парикмахерской но ни в коем случае не отвечать на звонок который будет поставить вам во время этой миссии после прибытия на маркер выйдете из машины дождитесь звонка и зажмите этот звонок войдите в парикмахерскую выберите прическу афро после того как сиджей выйдет из парикмахерской отпустите клавишу принятия звонка когда начнется к стены сиджей райдера быстро нажимайте клавишу входа и выхода в транспорт по умолчанию от клавиши f вы получите контроль на сиджем в катсцене далее в катсцене вы должны найти дверь в парикмахерскую при этом важно помнить что фраза райдера you know some time i take it back не должна закончиться для этого вы должны входить и выходить в меню игры нажимая при этом escape после того как вы вошли в парикмахерскую выйдите из нее и бегите до гроув стрит повторяйте вход выход из меню когда фраза райдера будут приходить к завершению как только мы приближали на груз начинайте миссию райдера заново садитесь в машину но не забывайте вновь и вновь выходить из меню игры до момента телепорта к финальной миссии подъезжайте гаражу сиджей а выйти из машины райдера бросить гранату в машину райдера быстро сядьте на байк как только граната взрывается и машина райдера загорается здесь важно в момент взрыва выйти из байка и активировать миссию полицейского если все пойдет хорошо то поздравляю вас вы только что провернули весь этот баг и все что вам нужно сделать далее это просто пройти финальную миссию до конца и теперь давайте немножечко пояснений потому что я более чем уверен что большинству непонятно что здесь и как произошло зачем нужно достать байк до 7 46 по внутренне говорому времени и всем 46 включить висю vigilante это делается чтобы получить значение перемены данное значение позволяет нам далее телепортироваться на финальную миссию а не на любую другую зачем нужно избегать автоматов с едой и напитками и как далеко от них нужно держаться каким-то непонятным образом как раз такие автоматы с едой и напитками влияют на эту нашу самую переменную тем самым сбрасывает и естественно нам это не нужно просто придерживайтесь указанному пути в гайде чтобы избегать этих проблем зачем нужно было выполнять миссию вора это делается для того чтобы получить 10 тысяч долларов необходимых для покупки дома зачем покупать дом в игре есть переменная называется на он мишин если вкратце то она контролирует находится ли игрок на миссии или нет однако работает она довольно криво и даже во время миссии мы можем поставить значение этой переменной на 0 это делается с помощью звонка и одновременно покупки дома зачем нужно не дать фразе you know something закончится это нужно для того чтобы не началась новая к сцена и игрок не потерял контроль над камерой смог бы всяких проблем добежать до гроу стрит зачем нужно взрывать машину райдера очевидно чтобы закончить миссию райдер почему windows store версия из-за разницы в скриптах и возможности ставить на паузу игры во время к сцен можно ли использовать чит engine чтобы посмотреть значение переменной time in ms и убедиться в том что попал в это самое скриптовое окно разумеется если вы это делаете для себя для тренировок или просто ради интереса то конечно же можно пользоваться этого за этой палкой не ударит но если же вы хотите попасть в таблице рекордов на спидран.ком то делать это запрещено так что во время спидрана вам нужно показывать в записи свой диспетчер задач чтобы все могли знать что чит engine у вас не запущен если у нас будет запущен то это будет считаться как за читерство где скачать бесплатную версию windows store сожалению бесплатные недели нельзя получить она стоит 450 рублей в windows магазине покупайте и пробуйте себя и да кстати время которое поставил джордж муж это час 32 минуты и 0 8 секунд является полноценным мировым рекордом по gta san andreas и вы спросите же почему же не полчаса его спидран вообще не идеален и он может быть улучшен в разы так что поздравляем джордж муза но и на этом ребята все с вами был хикс спасибо вам безумно за ваш лайк за ваш просмотр было очень интересно мне самому надеюсь вам тоже было все интересно это реально новое прохождение катар с андре спидраном а я с вами прощаюсь с вами был хик всем хорошее настроение играйте в игрушечки развлекайтесь и всем пока пока хорошее настроение я Продолжение следует...